Где он спал? Так вот мы должны... Ну, мы знаем, что... Я не знаю, был бы он христианином, там об этом не говорится, но что армяне, они тоже христиане, мы должны об этом знать, что армянская церковь, она имеет благодать. Ну, у кого есть какие вопросы, сразу задавайте, какие нужды, говорите к тому, что мы должны друг друга поддерживать в наших скорбях и в радости должны мы делиться друг с другом. Да, Валентина Павловна? У меня нужда очень большая, что мы, мои внуки, все без Бога живут неверующие. Вот, помолитесь Господу, они все были крещённые, все ушли. Обратите, Господи, верите. Чтобы они обратились, особенно старшие. У нас все такие, Боже. И обо мне, чтобы мне Господь дал силы молиться. Помоги, Господи. Дай Бог силы и крепости в молитве о Робе Валентине. Ещё у кого есть какие просьбы? Какие же. У нас просьбы такие. Аналогичные. Аналогичные. Друг о друге будем молиться о наших сродниках, о наших отступивших и не знающих ещё о пути истинного. Добразумитых он оставит на пути истинный и сами знает, какими способами. Они хоть знали, а о наших вообще ничего не следили. Игнатий Игоревич, вам слово. Каждый раз начинаем с того, кого нет. Это прямое повеление Господне. Засвидетельствовать людям. А Господь говорит, идите и убедите, чтобы пришли. Нужно научиться ещё и убеждать. В обязанность нам не ставится привести их. Но попытаться можно. Откуда ты знаешь, жена, не спасёшь ли мужа? То есть неопределённостью эту по рукам Господь не бьёт, чтобы человек не отчаивался. А может быть и придёт. Вот я говорю, глухонемой в Шивковой давно нету. В прошлый раз говорили, говорят, Валя знает её, глухонемая. Кто знает, где Ира? Её забыли, когда она была. Нам нужно поставить определённый знак, есть она или нет. Да коли она осуществится в общине, мы за неё отвечаем. В любом случае, чтобы не было, обязательно укажут, что она была членом общины. Она может давно уже ушла куда-то, это её право. У нас привыкли, что если что-то спросил, тоталитарное. Понимаешь? Это только потому, что люди вообще отвыкли думать, брать ответственность на себя. Поэтому у нас от безразличия всё развалилось. И страна, и люди, и где бы ни посмотрел, слово беда с громадной высоты падает на нас. Ответственность надо научить собрать на себя. Виновен. А дальше начинает выход. Самая конструктивная программа только тогда, когда ты видишь причину в себе. Я однажды выразил, приехавшим тут комиссией, от КПРФ, в лагере были. У вас стоит цель, как добиться? Людей надо сделать счастливыми. Задача социалистов, коммунистов в этом была. Но некоторые не согласны. Таким методом не сделать людей счастливыми. Кто не согласен? По подозрению в заложнике 100 миллионов убить. 90% зарубим, Ленин говорит, но 10% приведём всё-таки железной рукой в желаемый коммунизм. Это же дьявол может только так. Это же самое говорил Гитлер, только с другой стороны. Это же самое, говорит, Пол Потт, Кампуччи, Мао Зе Дун, Китай, разницы никакой нет. Каждый думает, я что-то построю лучше, и меня в веках увековечат. Престол мы поставлю в бывшие Престола Божия, на севере вознесу. Это всё было, это образы для нас, не только образы в людях, но образы и в духовном плане. Как Павел Руцепер, Дениса, сын Зари. У нас есть столько вопросов, которые необходимо ежедневно разрешать на молитве. Да как же, вот у меня верующие были, дети ходят, внуки были верующие. А я знаю, эту семью не было верующих никого. По сегодняшний день этот обман мы пытаемся культивировать. Они не знали Бога. Нарушали всё подряд, росли дерзкими. Отец безбожник, страшной гордости своей, никого не признавал. За Жириновского голосовал. На горе Эвереса остался лежать. Он был инструктором альпинистов. Всё, там застыл, и как будто никогда не жил. Второй муж тоже спортом занимает. Я тоже утонул, тот в реке утонул, на дне моего, говорится, в реке лежит, сплавлялся на тот свет. Научитесь вещи называть своими именами, не делайте подмену. Святые категорически запрещают. Я не просто смотрю на красивую женщину, а знак равенства блудник или прелюбодяй. Всё кончилось. Ненавижу брата, убийца. У нас шкала измерения другая совсем. Пусть не во всеуслышание, не с минарета, но хотя бы для себя в тайной молитве дневной или ночной я могу признаться перед самим собой, кто я. Вот сейчас много разговоров ведётся о Рождестве Иисуса Христа. Мы так привыкли, Иисус Христос, вроде бы Иисус имя, Христос как фамилия у нас. Но Иисус, это имя, дано было уже при рождении и наречёшь имя Ему Иисус, а Христом когда Он стал? Простой вопрос, сейчас задам, ни один не ответит. Поднимите руку, кто может сказать, когда Он стал называться Христом? С какого момента? Ну, родился 7 января. Это приблизительная дата, может быть, это осенью было. Эту дату установил Ян Златоуст. Притом я знаю, как он её устанавливал и вижу, что везде натяжки. Он начинает с Захарием, высчитывает, какая была череда, когда они заканчивали служить, когда ему было сказано, что зачнётся яд. Как будто бы он закончил этот день, вернулся и в эту ночь обнял Елисовету и вдруг у ней всё получилось, как говорят, и он зачался Ян, а теперь уже 6 месяцев считает их. Это настолько всё надумано, но это сказал Ян Златоуст, поэтому авторитетно. Да мне разницы никакой нет, я 7 января отпраздновал, да и всё. Но мы тут себе должны знать, что дата рождения Иисуса не установлена. Никто не знает. Летоисчисление. В каком году Христос родился, никто не знает по сегодняшний день. был такой монах Дио Ниси Малый. Грамотный мужик был. Ему доверили следить за звёздами, за луной и высчитывать Пасхалию. И он раскладывает как таблицу Менделея в какой год, когда будет Пасха. Но Пасхе поставили такие условия, святые отцы, надуманные и, я думаю, неоправданные, чтобы только Пасха не совпала с еврейской. От отношений к евреям. Да как этому Шульхана Руху было не воздвигнуть на нас? Как с ними обращались? В бане с евреем нельзя мыться. Умираем, сгораем. Но у врача еврея лечить нельзя, эконом приняли. А мне Шойхин сделал операцию спас меня еврея, да будет он благословен, да обратиться к Богу. Ну кто эти законы-то издавал? Неужели нам непонятно? Если всюду это юдафобство было, какое отношение евреев к нам сегодня может быть лучше? А мы с ними как обращались? Ну мы олицетворяем себя со всем православием, с греческим и с любым. Нормально это? Мы должны расставить эти все акценты на нужном месте ударения сделать и признать я виновен. Находясь в православии, что я сделал, чтобы изменить отношение к еврейскому многострадальному народу? Это закваска мира. Ему Бог дал такую роль несчастную. Они повернули в другую сторону, живут не по Ветхому Завету, не Танахи им нужны, а им нужен Талут 12 томов. И по нему они делают так, а тут и Каббал, и весь сатанизм пришел. Да об этом народе надо день и ночь Богу вопиять, не забывая, что мы получили Святую Библию через них. Великое преимущество быть иудеем. И в первую очередь то, что им верено Слово Божие, не русские. Мотор родноверы, мы русские, мы язычники. И прилепились к плодородной лозе. Ну, поднимите руку, кто знает, когда Иисус стал называться Христом? Или должен был назваться Христом? Слово Христос сначала переведите. Это означает помазанный. Когда он был помазан Духом Святым? В крещении. В крещении. Вот поэтому в первой апостольской церкви крещение и Пасха шли на равных. Рождество в четвертом веке начали так отмечать. И вот этот Дионисий Малый рассчитывает Пасха такой год, такой год, такой. Надо, чтобы она была в воскресенье, после полнолуния, не меньше после полнолуния три дня пройти. Видите, сколько условий поставили-то. А вначале праздновали-то к 14-го не самое, хоть 5-й сухо-середу, Пасха, и все. Это было самое правильное. А потом вот теперь сделали шарады, называют кроссворды-то, и путаются с католиками мы разница в том, что Пасху празднуем в разное время. Это как будто самое главное. И кто это говорит? Митрополит. Да патриарха. Что у нас разница с католиками? Пасху в разное время празднуем. Не с того блюдечка полизали, да? Как будто бы звезда за звезу начала там цепляться где-то над Ватиканом. Понимаешь, когда считаешь, я думаю, что неужели можно было так в злобе закоснеть и заржаветь, что не понимать, что любви здесь нету. Не было любви ни к католикам, ни к самим себе, ни к евреям. Самой один богослов очень большой диспут вел. Писано-биде. Его почитали Лев Лебедев. И тогда ему выставил целый реестр деяний церковных и сказал, вы, священство, не любите Бога и не любите прихожан. Он, наверное, с них и написал мне ответ, да. Приходится опустить голову, мы действительно не любим. И не надо играть в фальшивую любовь. Любовь смиряет себя ради ближнего. Павел говорит, я для всех сделал со всем, чтобы приобрести по крайней мере некоторых. Здесь все настоять на своем и миллиарх потеряли. Отношение к иконам было бы другое. Может быть, у мусульманства было другое. Мухаммад поминает Иса, Иисус, а Христа нигде не поминает. Он не знает его. Иисусов было много. Иисус Новейный, Иисус Сирахов, да мало ли было. А Христов, Христов тоже было много. Кого Бог помазал. Даже языческий царь Кир был помазанник. Это Бог Евгова говорит. И вот когда Дианис Иисус Мало рассчитывал, и он вдруг заметил. Через 532 года начинает повторяться Пасха, точно тоже число попадает, круг закончился опять через 532 года. Он до того был удивлен, сразу на Синод. Простите, отцы, но я открыл закон. Через 532 года повторяется. Он не знал, что это закон. Это амплитуда обращения Луны и Солнца. Вы можете одно на другое. Все. Ничего больше не было. Это в астрономии. Раньше ученик 2-го класса знал, а сегодня в 10-м не знают. И тогда решили, а может это знамение, вот это знамение нам вынь, допадай. А может быть отрождение Христа именно через Дианист открывается и приняли 533 год следующий будет. Совершенно ничем не обоснованно. А дальше когда до ума стали доходить и получается, что исторические данные показали, что Ирод, который гнал Христа, умер за 4 года до рождения Христа. Я судился так с потерей с Морозовым, с коммунистом. Как я в школе отталкивал учительницу, я достал документ, что деревня уже 3 года как исчезла, я не мог никого толкать. Там только воробьи в сусыки бегали, а они друг друга не толкают. И вот 532 вывод. Сегодня мы знаем, что настоящая дата не 2012, а 2016. Вот как. Это уже общие данные уже. И не надо, ну, мы считаем 12, и я везде подписываю 12. Христом он начал называться перед Богом. Он помазал его елеем радости более соучастников. Пророк Давид говорил, где? Когда Дух Святой сошел на него и показал. Помазание Духом Святым. До этого вы нигде не встретите, чтобы его называли Христос. Если называют, то потому, что уже знаем, что он Христос, и опережая как бы события. А на самом деле он Иисус. И вот сегодня мы слышали, Господь праведен, Господь чист, через 3 слова опять слово Господь. Мы привыкли, нас это немало не смущает. Почему? Молитва. А теперь давайте в оригинал посмотрим. Иегова Свят, Иегова Чист, Иегова Любит. Так при чем здесь свидетели Иегова, если на каждом шагоне слово Иегова употребляют? Это у нас. Мы только заменили одно слово другим. И поэтому их судить за это не надо. А еще сказать надо, мы многому еще научиться можем. Слово Иегова 7 тысяч раз встречается в Библии, а у нашей Библии, в нашей только 8 раз. Все. И поэтому так сейчас само у них повторяется. Они правее нас в этом вопросе, так и надо сказать. Они правее нас. И не надо спорить с баптистами, что они крестят во взрослом положении. Еще Иоанн Затаус, Василий Великий, все крестились в 30 лет. Все крестились взрослые. А когда уже со взрослыми не стали работать, я так проще все родился, его погрузили, уже наших прихожанин, а потом они были верующими, они ушли. Они не были верующими. Я их всех до одного знаю. Дети были страшно дерзкие, своевольные. Не надо Бога обманывать. Перед Богом сюсюхать не надо. И Кафф разговаривал. Он прямо простирал руку Богу. Хочу судиться с Богом. Я выйду прав из этого суда. И в конце Бог показал, что он был прав. Богу нужна правда. А мы понимаем так. Вот я буду говорить 40 раз, Господи помилуй, а у армян считается сто раз, Господи помилуй, у них лесовка такая. Христиане сто раз. И ты думаешь, они Бога знают. Я еще ни одного армянина не встретил верующего. Ни одного. А сегодняшний день. Хотя они были даже в каком-то родстве. Батюшкина матушка там за ней, за сестрой там был. Или на сестре женатый. Нам есть о чем подумать. Я вот вопросы буду задавать, а вы только навскидку быстро отвечаете. В какой праздник в году в православной церкви самая большая бестолочь, самая большая суматоха, самый большой кавардак, базар, крещение, все знают, крещение, ребра бабкам ломают, прижмут там, где воду наливают. Я говорю, как же так не утерпела ее? Да вот ребро сломали одно. Я говорю, ну и как ты, Паша? Так я врачам не сказала. Я сказала, садилась в трамвай и упала. То есть она продолжает бабушка в преклонных годах и она все еще пытается выгораживать то, чего не надо выгораживать. И солгала. Я говорю, ты же неправду сказал. Ну не могла же я сказать, чтобы церковь около купели в Покровском соборе, там большой такой бак сваренный. Это же нельзя. А другая, что ой, да какой праздник был хороший. А чем хороший-то? Да я к батюшке прикоснулась. А как же ты прикоснулась к нему? Прикоснулась к святыням. А меня шибли, подкатили к ногам. Я прям к ногам его ногу задела. Понимаешь, я как юродивая страна-то совсем. Ее шибли, подкатили, и она батюшку коснулась. Тупли бабы римского. Это притом говорит, кто мать священника в будущем. Потому что не называю фамилию. Могу назвать. Итак, однажды император Арианин, Валент, встретился с настоящими христианами. И он пришел в православный храм у Василия Великого. Чтобы понять, что Василий Великий, он великий, по одной цифре хотя бы, три тысячи человек ежедневно кормились за счет церкви. Пенсии-то не давали. И у него такая была богодельность. Столько людей приходило не бомжи, а люди по-настоящему нуждающиеся. Три тысячи ежедневно кормить, да сколько же у него было? И вот царь Валент зашел, Арианин, и когда посмотрел, какой порядок в этот самый беспорядочный день, он отметил только порядок. Я такого порядка нигде не видал. Люди, приходящие к нам, замечают это в общине. Я до чего говорю? Вот у нас брат Владимир Пащенко. Он сейчас съемку ведет. Вчера он снял восемь роликов, я уже выставил в интернете. Люди вглядываются и в одежду, и во все, во все. И восемь со с лишним фотографией, которые Грифа Николаевич вчера дал. Уже все они стоят в интернете. Моя ночь позади. Ночь бедения. И люди, многие научаются, ой, как красиво, как платок. Я говорю, сразу, чем одевалась, все это сбросила с себя, она пишет, люди берут опыт. И поэтому брату нашему, снимающему, и фотографу, никогда не препятствуйте снимать. у нас приезжал Михаил Масленников, фотограф, но он не с цифровым фотографом. И он фотографирует где-то в храме Христа Спасителя, в алтаре с патриархом, когда служит. То есть человек из тех рядов. И говорят, некоторые священники тоже, что тут снимают. А патриарх Алексей сказал, не трогать. Это все сгодится. Я знаком с одним, может кто знает, профессор Стручков, Александр, он шолоховед. То есть произведение Шолохова исследует, он на этом живет. И вот он вчера мне присылает рукопись Шолохова, мне нужно было что-то найти. Я нигде не нашел, к нему обратился. Он мигом мне выдал. Уже через два дня он нашел где. Сейчас новое издание под его редакцией вышло. 2000 новых строчек нашел он в рукописи. Видимо, с дочерью Шолохова сотрудничает и все раскопали до самого последнего покрытого голубиным пометом, как у Серафима Гористоровского Мотовилова. Я чуть отмехусь и скажу, что меня заинтересовало. Там был такой Астахов один Петр, законная жена которого была Аксинья, но она путалась с Гришкой Мелиховым. И вот он попал в плен, а считали, что он убитый был. А он говорит, меня дважды ранил, меня подобрали немцы, я там очень хорошо был и теперь возвращается. Прошло там, ну, может быть, четыре года, и он едет на повозке, в станицу Вешенскую его везут, и он разговаривает, и мне показалось, Шолохова пишет с акцентом, как можно было язык свой забыть и с акцентом говорить за четыре года. Но я нигде не нашел Шолохова, я копирую Тихий дом, но нигде этого нет. Тогда я обратился к этому Стручкову, и он мне выдал какое-то там издание где-то, там написано не акцентом, а говорил, четко выговаривая каждое слово как иностранец. Я занимался языками, и думаю, неужели я бы мог забыть свой родной язык, изучая японский язык или грузинский? Никак. Это между делом сказать. То есть, в каждом деле человек должен быть специалистом. И ты фотографируешь так, чтобы эти фотографии всему миру были на пользу. Съемки делаешь, представляешь, что разные люди будут смотреть, какая пища нужна им. Надо очень хорошо работать. Я о наших фотографах вот снимаю это видео, специально молитесь. У них опыт есть, но очень маленький. Теоретически, я все время как бы подсказываю. А когда мне в руки дали фотоаппарат, я сразу запутался. Дали видео сегодня, и я не могу даже выключить его. Вот все. Это есть у Шатару Ставелли, каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Очень хорошо подсказывать, обращать людей, когда дома сидишь. А ты позанимайся. Ты установи мир в семье с мужем, с тещей, со сватовьями. Ты увидишь, какое поприще откроется, скольких людей ты можешь приблизить к Богу. О крещении знала первоапостольская церковь. И очень хорошо. И упор был на то, подготовиться к окрещению. Это такой ответственный акт. И пришла мысль, что после крещения сделанные грехи не прощаются. Вот пришло же такое учение. А в крещении они мываются. И царь Константин тянул до смертного часа. Считали, что меньший риск откладывать до самоосмертного часа, мертвного часа, с чем умереть некрещеным. И его никто за это не судит, Константина. А такой был обычай. А сегодня никакого значения нет. Вышел, закурил, пошел. И в церкви, кого он бы бочит, это ни один некрещеный. Их называют абортированные. По нашим делам здесь. Мы подходим к иконам два поклона делаем. А отходим, дальше в разнобой пошли. Тут клоняются два поклона вместе. Сколько раз говорил. Отошел первый от икон, от Евангелия. Стой, жди второго. И тогда вместе поклонитесь. Третий поклон. Что непонятно. И уже торопится, то он бросает, товарищ сейчас скорее бежит. Куда бежишь? Даже если он выйдет, двое встали, теперь снова синхронно. Это порядок такой. Кому это непонятно? Поднимите руку. Но однако так и сегодня было. И вот кого? Даже от братьев видел. Понятно, что порядок труднее с соблюдением беспорядок. Беспорядку учить не надо. Сидеть. Там сделать, чтобы потише было. Надя, пожалуйста. Просто сидеть за столом и облапать чашку и как скотина по-скотски. Такую учить никто не учит. Все умеют. Но сидеть, чтобы взять кусочек хлеба вот так вот и не склоняться, чтобы подбородок за край стола не заходил и ложку поставить и поднести, чтобы капля не упала. Это мучить надо. Говорить без оскорбления. Нужно другого узнать. Учить надо. Поэтому мы хотим послушать. Еще на этой неделе собирается поехать в Тогул к священнику, который в аварию попал, у которого матушка погибла, и ребятишек. Я думаю, надо будет съездить туда братьям, по ремонту узнать, что-то у него ремонтируют. Сбор денег, повторяю, делать не будем. В епархии там все это разберутся. Но нужна помощь. Помощь нужна деловая. Там мы собирали, говорят, одежек всего полно. Делом. Что-то там может быть в отоплении, не знаю, там с крыши и прочее. У нас нужно сейчас срочно средства собирать. Мы еще не собирали на благовестие. Мы думали купить хорошую машину. Пока отложили. Прицеп. Надо покупать, евангелие нету. Мы будем выезжать понедельно. И наше благовестие должно увеличиться минимум в шесть раз. В воскресенье мы будем дома. И уезжать на неделю в каждый день новое село. Не в неделю раз, а как это получится. У меня сразу вопрос. Мы ничего в учет не делаем по десяти. Никто десятину не платит. Независимо от того, член ты церкви, общины, не член ли. Кто не платит? Я повторил два раза, никто не поднимает руку. Вы подходите под благословение, священника содержим. Вы приходите в теплое, всю неделю топят, покупают уголь, а угля столько здесь идет. Так что вы участвуйте в этом. Посчитайте, с какого времени вы приходите и почему не платите. Во-первых, это не по совести, богаче ты не станешь. Это так понятно. Мы никакого учета не делаем. У нас все добровольно и даже не проверяем, полную ли десятину платят. Ты включи с себя счетчик внутри и он будет работать очень хорошо. Не заснешь, если ты не сделаешь то, что положено делать. Так, Надя, подойди сюда, где она? Расскажи о поездке к батюшке. Какое число? Мы второго числа уехали туда первого уже в ночь и второго мы поехали вот батюшку этого искать. Фамилию знаешь его? Попов Сергей, отец Сергей Попов. Нашли не сразу, потому что нас вообще в другую сторону отправили, мы ездили, ездили, наверное, целый час. Искали, нашли. Народу нет праздники, вообще даже спросить не около, вот едем, едем, ну хоть во дворе бы кто-нибудь где-нибудь ходил. Еле-еле вот одного встретили и то он нас не туда отправил. Нашли, он дома был, было 12 где-то часов уже дня. Дети, пятеро детей с ним, я вчера фотографии показывала, у меня есть, один ребенок у бабушки, у его мамы находится, потому что он маленький, 8 месяцев. Дома только что вот они переезжают, то есть вещи вот, коробки, ящики, мешки, то есть там еще ничего не разложено, но мебель есть кое-какая, диван, кресло, там на кухню видно кто-то им шкафчики привез, но еще ничего не повешено, прям вот заходишь, прям стоит там, даже вот к стенке еще не поставлено. Так, братья, будьте бодры, подожди, я разбужу, кое-кто заснул уже сидит, сядьте прямо. Все куплено. Вы думаете, то как бы кто вперед вас не успел туда поехать? В почтительности предупреждайте друг друга. Не стул выдержать, когда садится человек, а два стула подставить ему, чтобы он не упал. Вот крайне нужда этого человека. Узнали, матушка погибла, маленькие дети. Нужна помощь. Какая? Я уже говорил, что сбор делали, мы не можем делать. У нас, ну, делали такие большие сборы уже 4 раза, и у нас ничего нету. И надо тут для благовестия все. Для них сделан был сбор, на них были куплены деньги, осталось сумма, но сумма находится у благочинного, что подотчет. То есть он что-то покупает, материалы, еще это подотчеты. Так я скажу, что это не означает, что нельзя. Можете давать, еще с ним мы сказали. Специально не делаем сбор, не объявляем. А каждый может подходить и жертвовать деньгами сколько нужно, материал и все. Каждый. Только специально, как у нас бывает сбор, мы этого не делаем сейчас. Потому что мы объявили еще осенью подготовить к весне и сбор сделать на благовестие. Да, то, что мы купили, вот собрали мы тогда, купили две кровати, двухэтажные, деревянные, сосны, двухъярусные дети. Все. Одна была уже собрана, на ней мальчишки спят, вторую, он еще не собрал, потому что мы только переехали. Он занимается, прежде всего, чтобы воду завести на улице мороз, ни унитаз не подключен, ничего. Но там поехали кто-то помочь, чтобы ему все это подключить. Он же не сантехник, там и душ-кабина, и унитаз, и титан. Все стоит, все только надо подключать, провода все эти, у него кое-какого инструмента нет. То есть ему нужна была помощь. Сантехник,